Эту партию пораженных овощей привезли в Прибайкалье в прошлом месяце. В продукции из Узбекистана нашли 6 жуков, зерновки, 4-х пятнистой. Такие насекомые известны вредители зернобобовых. Личинки вгрызаются в семена, например, в маш, нут, фасоль. Там же питаются, растут, зерно гибнет сразу. Теперь 100 килограммов поврежденной продукции осталось только уничтожить. Когда к нам поступает такая продукция, вообще, если она из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, то много раз у нас было случаев таких обнаружений именно от зерновки. Иногда сразу находятся живые насекомые, а бывает, просто ставим на скрытую зараженность, и они в течение трех месяцев появляются. А в этих овощах новый для региона вирус. Помидоры из ближнего зарубежья заражены мозаикой пепина, настоящей угрозой для урожая. О вирусе сообщает характерная мраморность. Сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории говорят, в этот раз региону повезло. Среди партии в 90 тонн вирус нашли сразу, а значит, избежали ущерба сельскому хозяйству. С 7 июля 2021 года данный объект вируса мозаики пепина является карантинным объектом на территории Российской Федерации. Товарный вид снижается, а также снижение урожайности до 30%. Поэтому вирус стремительно распространяется и очень опасен для нашего региона. По словам специалистов Россельхознадзора, июнь стал нашествием для овощных и фруктовых вирусов. За месяц выявили 5 видов карантинных объектов. Все завезли с ближнего зарубежья. К такой продукции должно быть особое внимание. То, что продукция поступает уже на территории Иркутской области с подкарантинными объектами, это нездоровая ситуация. Такого не должно быть. Но вот данный месячник все-таки показал, что нужно повысить качество досмотра на приграничной территории. Летом быть внимательными просят и жителей. Если есть сомнения в качестве продукции, нужно обратиться в Россельхознадзор. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова